Жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой, преджертвеннику. И пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда прийди и принеси дар твой. О благость, о незлагонное, но человеколюбие! Какая кротость может сравниться с тою, которая выражается в этих словах? Пусть, говорит, он прервется и служение мне, только бы сохранилась я твоя любовь, потому что и то жертва, когда кто примиряется с братом. Потому-то он не говорит, примирись по принесении или прежде принесении дар, Но посылает примириться с братом, когда дар лежит пред алтарем, и жертвеноприношение уже начато. Не велит взять с собой принесенный дар, не говорит, примирись прежде, нежели принесешь. Но повелевает бежать к брату, оставив дар пред алтарем. Для чего повелевает он так поступать? Как мне кажется, он имел двоякую мысль. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшие жертвы, и без нее не принимает и жертвы вещественные. Во-вторых, хотел поставить необходимую обязанность примирения с ближним. В самом деле, тот, кому велено принести дар не прежде, как примирившись, конечно, поспешит прийти к оскорбленному и прекратит вражду, если не по любви к ближнему, то, по крайней мере, для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасным. Для того Господь каждому слову придает особенную выразительность, устрашая и побуждая приносящего в самом деле. Не сказал он только, оставь там дар твой, но присовокупил пред жертвенником, чтобы напоминанием о священном месте привести его в страх. Не сказал только и пойди, но присовокупил прежде, и тогда приди и принеси дар твой. Через все это он показывает, что трапеза Господня не допускает себя враждующих друг против друга. Пойди прежде и примирись братом твоим. Здесь Христос посылает обидевшего к обидевшему, а научая молитве, ведет обидевшего к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, и пойди прежде примирись братом твоим. А там говорит, если будете прощать людям согрешение их. Впрочем, и здесь, мне кажется, он посылает обидевшего, потому что не говорит, попроси брата своего, чтобы он примирился с тобой, но просто примирись. И хотя, по-видимому, речь здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. Если ты, говорит, примиришься с ним и с любви к нему, то и я буду к тебе милостив, и ты можешь приносить жертву с полным дерзновением. Если же гнев еще пылает тебе, то представь, что я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделать со друзьями. Притом, он не сказал, помирись, когда ты сильно обижен, но сделай то и тогда, когда оскорбление будет маловажным. Если брат твой имеет что-нибудь против тебя, и не сказал даже, когда ты гневаешься, справедливо или несправедливо, но просто, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, хотя бы даже гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так как Христос, невзирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклане, не вменяя нам грехов наших. Потому и Павел, другим образом побуждая нас к примирению, сказал, солнце да не зайдет во гневе вашем. Послание христианам. Как Христос побуждает нас к примирению, указывая время жертвы, так и Павел увещевает нас к тому же самому, указывая на время дня. В продолжении дня многие могут и отвлекать, и отторгать нас от гнева. А ночью, когда человек остается один и вдаются в думы, волны взываются сильнее, и буря свирепствует с большей яростью. Предупрежая это, Павел и хочет, чтобы мы, примирившиеся, встречали ночь, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением и не разжег сильнее печь гнева. Примирись с соперником твоим скорее, с той же целью вслед за упоминанием о суде, сонмище, гиене и наставлением касательно принесения жертвы. Господь превосокупляет еще следующее. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Не говори, что же мне делать, если меня обижают, если отнимают от меня имущество и влекут меня на суд. Христос и в таком случае запрещает питать вражду, отнимая всякий к тому повод и предлог. Так как это повеление было особенно важным, то Господь убеждает к исполнению его указаниям не на будущее благо, а на настоящее выгоды, которые скорее могут обуздать грубых людей, чем обещания будущего. Ты говоришь, а он меня сильнее и причиняет мне обиду, но не причинит ли он тебе еще боли и вреда, если ты не примиришься с ним и принужден будешь идти в темницу. Примирившись, ты уступишь имение, но зато тело твое будет свободно, а когда подвергнешь себя к приговору судьи, то будешь связан и понесешь жесточайшее наказание. Если же ты избежишь этой распри, то приобретешь двоякую пользу. Во-первых, ты не потерпишь никакой неприятности. Во-вторых, это будет уже твоя добродетель, а не следствие принуждения. Если же ты не хочешь внять к моим увещаниям, то не столько причинишь вреда сопернику, сколько себе. Смотри, как Христос и здесь убеждает тебя скорее примириться, сказав, мирись с соперником твоим, присовокупляет. Скорее, но недовольствуясь и этим, он предлагает новое побуждение искать скорейшего примирения, говоря, пока ты еще на пути с ним, чтобы через все это сильнее склонить тебя и понудить при прощении ссоры. В самом деле, ничто столько не нарушает порядка в нашей жизни, как наша медлительность и постоянные осрочки при совершении добрых дел. Такая медлительность часто бывает причиной того, что мы всего лишаемся. Аминь.